Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Даньяр Даутов. Смотрите сегодня в программе. В современном мире знание хотя бы одного иностранного языка – залог успеха для любого человека. Но как чему-то научиться, если не хватает времени? Ответ нашелся в интернете. Мы живем в электромагнитном смоге. Все, что включается в розетку или работает от батареек, излучает электромагнитное поле. Матрица выяснила, как защититься от опасного излучения. В компаниях встречают по одежке, а в социальных сетях по аватарке. Журналисты Матрицы узнали, как сделать себе аватарку, которая будет цеплять взгляд и никого не оставить равнодушным. Даник, ты знаешь, ученые выяснили, что изучение нового иностранного языка в старости может модернизировать мозг, улучшить память и даже омолодить серое вещество на 15-17 лет. Так, и вот к чему ты сейчас это все ведешь? Ну, я веду к тому, что зачем ждать старости? Давай будем модернизировать мозг прямо сейчас. Ален, если ты омолодишь свое серое вещество на 15 лет прямо сейчас, то соображать ты будешь, ну, как пятилетний ребенок. Не смешно. В любом случае, знания никогда не помешают. Ну, помешать-то не помешают. Только вот когда тебе еще и языки изучать? Ты же сама говорила, времени ни на что не хватает. Ну, как говорится, главное желание. А выход всегда найдется. Так, курсы английского языка. Алло, да, здравствуйте. Я бы хотела записаться на курсы. А понедельник, пятница и воскресенье никак не получите? А в какое время? Ясно, хорошо, спасибо большое, не подходит. Ой, отлично, диктуйте адрес. Так далеко? Извините, пожалуйста. Ну, вот как чему-то научиться, когда совершенно нет времени? Я работаю водителем, у меня ненормированный рабочий день. И поэтому нет регулярной возможности посещать какие-то занятия. И вот эта вот услуга по телефону, изучая английский, она помогает мне какие-то фразы во время работы. Невозможное – возможно. Теперь не обязательно еженедельно посещать курсы для изучения языков. Учителя можно положить в карман или посадить в свой компьютер. И это доступно благодаря интернету и появившимся онлайн-программам по изучению языка. Тем, кто вечно занят, это будет особенно интересно. Для меня лично онлайн-обучение явилось таким выходом из положения, потому что я не могу, к сожалению, посещать уроки вечером после работы, потому что я живу очень далеко, и мне как бы сложно оставаться в городе еще и дополнительно на три часа и учить язык. Онлайн-обучение дает возможность заниматься самообразованием в любое время. На выходных, утром, вечером, в обед, когда угодно и где угодно. Был бы выход в интернет. Это контент именно для тех людей, которые высокомотивированы, высокодисциплинированы и организованы. То есть он не подходит для тех людей, которым надо, чтобы преподаватель именно там где-то подсказывал, что-то говорил. Но для того, чтобы учить язык, необходимы хотя бы какие-то начальные знания. Иначе даже дисциплинированности будет недостаточно. Очень сложно сказать, что для тех, кто вообще ничего не знает, никаких букв, ничего, не правил абсолютно, будет легко это сделать. Скорее всего, вот эти веб-сайты, они как бы дополнительный материал для тех, у кого есть уже какие-то очень основные начальные навыки английского языка. То есть знает немного, как читать, знает буквы, какие-то общие фразы и так далее. Уже на этом уровне можно выйти на веб-сайт и уже к чему-то научиться. Если же у вас есть выход в интернет и начальные знания, полученные, например, в школе, можно попробовать продолжить обучение в интернете. Тут главное решить, каким именно сервисом пользоваться. Для онлайн-изучения существуют платные и бесплатные программы. Мобильные приложения как в игровой форме, так и узкоспециализированные, созданные разработчиками языковых интернет-платформ. Одной из платных программ является платформа NetLanguages. На этой платформе есть функция форум. То есть когда мне возникает необходимость общения с другими студентами, иностранцами, то я могу зайти на этот форум. И, то есть, например, на уровне адванса у меня тема определенная, например, экология. И я захожу на этот форум и могу обсудить со студентами со всего мира тему экологии на английском языке. Также есть функция записи. То есть я могу записать себя и прослушать, правильно ли я говорю, произношу слова, предложения и так далее. Динара – человек целеустремленный. Она изучала английский язык в школе и на тот момент обладала знаниями на уровне Upper Intermediate – четвертый уровень изучения английского языка. Занимаясь каждый день по два часа, она смогла подняться еще на один уровень вверх. По стоимости онлайн-обучения, смотрите, разделяется на 100% онлайн, а есть онлайн с тютером, с преподавателем. Есть blended learning – это смешанное обучение. 100% онлайн-обучение стоит 260 долларов за один курс. Это от 100 до 130 академических часов. Онлайн-плюс преподаватель стоит 530 долларов, также от 100 до 130 академических часов. Если вы не готовы платить деньги за онлайн-обучение и хотите получить пусть меньше, но бесплатно, есть и бесплатные сервисы. Например, в последнее время большой популярностью в интернете стал пользоваться сервис Lingualeo, который позволяет освоить английский язык через видео, аудио и тексты, созданные носителями языка. Сервис создан для людей, которые хотят быстро разбить восприятие на слух, живой английской речи и увеличить словарный запас. После простой регистрации пользователь получает своего личного питомца. Его зовут Lingualeo. Он требует ежедневного ухода и питания. Питается он исключительно новыми знаниями. Причем лев сам говорит, что именно ему хочется делать – освоить новый контент, тренировать слова или что-то еще. Мой львенок умер! Нет, 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 живи! Я буду тебя кормить! Также бесплатные платформы для изучения английского языка предоставляет компания British Council. Для того, чтобы начать обучение, необходимо зайти на сайт learnenglish.britishcancel.org и выбрать необходимую программу. На сегодняшний день мы тем, кто изучает английский язык и учителям английского языка, предлагаем четыре веб-сайта. Это Learn English Kids для детей в возрасте от 3 до 13 лет. Затем Learn English Teens для подростков веб-сайт. И Learn English – это для взрослых. И такой специфичный веб-сайт для учителей, который называется Teaching English. Эти сайты бесплатные, однако пользователям сайта необходимо будет пройти регистрацию. Зарегистрировавшись на этих веб-сайтах, они могут участвовать в форумах, задавать вопросы экспертам в области английского языка. Если, допустим, вы не поняли какое-то грамматическое правило или затрудняетесь, вы можете там оставить свой комментарий, вопрос, и вам обязательно ответят. Перечисленными сервисами можно пользоваться и на смартфоне, и заниматься везде, где есть мобильный интернет. Сервисы NetLanguages, Lingualeo и British Council предоставляют мобильную версию приложений. Таким образом, изучать язык можно даже в пробке или на отдыхе в горах. Кстати, мне очень понравились игры на телефон от компании British Council. Я, например, себе установила игру World Shake. Здесь из представленных на экране букв английских нужно составить как можно больше слов. Так что теперь, когда нечего делать, я совмещаю приятное с полезным. Ну а если вы не являетесь обладателем смартфона, как быть? Неужели нет выхода? Есть! British Council совместно с одним из сотовых операторов Казахстана была разработана услуга «Фраза дня», которой можно пользоваться на самом простом сотовом телефоне. Ежедневно они получают какую-то фразу, ее перевод на русский и английский язык, и предложение с этой фразой. То есть слово дано в контексте, что очень важно. И можно подписаться, начиная от уровня начального, среднего, продвинутый уровень, то есть выбрать по своему интересу, или на уровень спорт, или на уровень бизнес. Больше всего у меня примечательна та вещь в этой рассылке, то, что слова не те, которые дают нам текст. Ну, в таких учебниках таких слов не встретишь. Подключаясь к услуге «Фраза дня», вы выбираете необходимый уровень «Изи» – легкий, «Медиум» – средний или «Харт» – тяжелый. После этого один раз в день на ваш номер будет приходить сообщение. В каждом сообщении фраза или слово для изучения на трех языках – русском, английском и казахском. В конце недели вы получите сообщение для проверки пройденного материала. Стоимость услуги – 7 тенге в день или приблизительно полцента. А вообще, все интернет-платформы – это все-таки дополнительные материалы. Поэтому, если вы всерьез задумались изучать язык, то в первую очередь отложите все дела и учиться, учиться, еще раз учиться. Что там такого смешного нашел? Я не могу. Вы девушки такие прикольные. Так, Даник, хватит издеваться над девушками. Вы, мужчины, не лучше. Да на, сама посмотри. Да, вот из-за таких вот особ над нами вечно и смеются. Даник, ну не все же такие. А ты, можно подумать, так не делаешь. Нет, не делаю. Меня, например, научили снимать красивые фото на аватар. Ну и как, расскажи, я еще раз посмеюсь. Сюжет посмотри и все узнаешь. Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Ну почему у всех, у моих знакомых, такие клевые аватарки? И они их так часто меняют. У меня последнее уже полгода стоит. Ничего нового. Что такое аватарка? Ну, это своеобразный способ рассказать о себе миру. Да, и чем уже круг потенциальных людей, кто это может от нас узнать, тем больше, более информативно становится аватарка. Сделать аватарку – дело нетрудное. Но тут есть несколько нюансов. В первую очередь нужно определиться с идеей. Ведь без нее фотография будет такой же, как и у многих других. И в этом мне помогут эксперты. Андрей работает фотографом уже 4 года. За это время он сделал более 100 аватарок. А Лена – профессиональная модель, меняет аватарки каждые 3 дня. Она знает секрет беспроигрышных поз. А Андрею знакомы правильные ракурсы и другие тонкости успешной фотосессии. В принципе, хорошую аватарку можно получить и используя мыльницу, но чтобы получить высококачественное фото, желательно использовать зеркальный фотоаппарат. Во-первых, лучшее качество. Во-вторых, возможность смены объективов. То есть можно делать портретные снимки, можно в полный рост. Очень важно – кадрирование. То есть желательно не обрезать голову, руки, ноги, чтобы выглядело все естественно. В последнее время популярные группы ВКонтакте делятся со своими читателями секретами кадрирования, правильной постановкой света и удачными позами модели для фотосъемки. Если ты хочешь, чтобы твоя фигура выглядела более выигрышно, допустим, хочешь скрыть недостатки своих форм именно бедер, повернись немножко боком, плечи поверни немножко на кадр. Руки можешь положить на бедра, можешь просто в свободном падении. Вторую руку. И улыбнись. Вспомни о чем-нибудь приятном. Добавь мимики и жестикуляции в свои движения. Попробуй со своим лицом и руками сделать вот так. Помимо удачных поз, существуют и те, которые стали мемами в интернете. Их пародируют, над ними смеются, но они все равно остаются в трендах. Итак, как не стоит позировать? Во-первых, надувать свои губы и делать как-то вот так кадр. Второе. Ну, у всех сейчас у нас есть техника. И показывать ее в кадре, ну, никем, никого ты сейчас этому не удивишь. Ну и третье. Это знаменитый наш советский ковер. Тоже никаких таких фоток делать не нужно. Теперь я уж точно поняла, что не буду фотографироваться на фоне советского ковра, с надутыми губами и с каким-то пятым айфоном. Лучше перенести съемки в студию, что намного облегчит процесс съемки. Вот теперь и у меня есть профессиональная фотография. Но это еще не значит, что ее можно так сразу грузить на аватарку. Чтобы она смотрелась еще привлекательнее, можно использовать дополнительные эффекты. И для этого не обязательно обращаться к фотошопу. Мы сможем это сделать при помощи онлайн-сервисов для обработки фотографий. Вот самый простой сайт для обработки. В нем есть 48 оригинальных фильтров, которые помогут сделать из любой фотографии шедевр. Прохожу процесс регистрации аккаунта. Загружаю фотографию с компьютера. Теперь обрезаю или оставляю без изменений. Теперь мне нужно выбрать фильтр, который больше всего подходит для моей аватарки. Как вы видите, здесь их очень много. Загружаю фотографию, выбираю, например, вот этот фильтр с холодными цветами. Вот и получилась красивая аватарка. И это моя реальная фотография. Однако я заметила, что у многих пользователей стоят несобственные фотографии. Они предпочитают прятаться под маской и ставят на аватарки животных. Как правило, люди, которые ставят на аватарку животное, то есть они ассоциируют себя с этим животным. То есть таким образом они как бы рассказывают о качествах, которые, как им кажется, у них есть. Ну, например, люди, которые ставят на аватарку кошку, как правило, это женщины, девушки, они как бы хотят о себе сказать, что посмотрите, какая я сексуальная, смотрите, какая я независимая, свободная, возможно, ласковая. Однако время от времени в сети возникает вирусная аватаромания. В сентябре 2011 года началась и продолжалась более трех недель жирафомания. Люди предлагали друг другу отгадать несложную логическую загадку про жирафов. И тот, кто отгадать ее не мог, ставил себе на неделю «Аватар с жирафиком». Жирафомания вирусом расползлась по всему интернету, но вскоре утихла. Но мода на аватары продолжает требовать жертв. И тренд этого сезона – герои мультфильмов. Человек, который ставит на аватарку, ну, например, Винни-Пуха, он хотел бы быть более доброжелательным, он хотел бы быть более веселым и так далее. Когда на аватарке ставят известные звезды, если мы говорим именно о звездах кино и телевидения, то имеет смысл человеку пересмотреть свою самооценку. А может быть, эти пользователи тоже сравнимы по популярности со звездами и героями мультфильмов? Я провела расследование и выяснила, что за картинками мультгероев и известных личностей прячутся люди, у которых больше 300 друзей. Многие люди стараются не ставить свои фотографии, то есть они каким-то образом оберегают свою жизнь от вторжения. То есть мы хотим сохранить некую интимность, хотя бы в интернете. Аватарка, конечно же, важна в интернет-пространстве, но не стоит забывать, что за каждой аватаркой скрывается реальный человек. И вместо того, чтобы бесконечно менять аватарки, лучше сделать несколько реальных, добрых дел. Ужас! На, забери его скорее от меня, пожалуйста. Ты чего, Ален? Давай аккуратнее, потому что техника казенная и дорогая к тому же. Нет, 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 вот давай еще телефон. На, забери это все от меня. Да что случилось? Не объясни толком. Ты знаешь, что электромагнитное излучение, которое излучает все эти приборы, может привести к самым опасным болезням. Кажется, мы с тобой не доживем до старости. А вот с чего ты это взяла? Да вот, статья только что прочитала. Ален, хватит так категорически ко всему относиться. Тем более, что в интернете много чего пишут. Давай лучше сами попробуем во всем разобраться. Ой, что ж башка-то так раскалывается, а? Во всем виноваты они, компьютеры. Ведь электромагнитное излучение всегда вокруг нас. Микроволновка, компьютер, сотовый телефон и даже простой электрический чайник – источники электромагнитного излучения. Современного человека оно окружает со всех сторон. Все, что включается в сеть, в электрическую сеть, это есть источник электромагнитного излучения. То есть, мы находимся в таком, можно сказать, на сегодня стало очень модно среди ученых говорить об электромагнитном смоге. Головная боль, апатия, плохое самочувствие – самые частые последствия воздействия электромагнитного излучения на человека. Но врачи предупреждают, оно может довести даже до рака. Ирина Эдмундовна цветовод со стажем. В ее коллекции сейчас несколько десятков всевозможных сортов растений. Они требовательны к условиям содержания. Вот и переживает она за своих зеленых питомцев. Я занимаюсь выращиванием цветов уже достаточно давно. Коллекция очень большая. В доме у меня находится очень много электроприборов. И мне хотелось бы знать, как они воздействуют на моих любителей. Проблем с самочувствием у Ирины Эдмундовны нет. Да и цветы чувствуют себя неплохо. Но посмотрим, что же покажут специальные приборы. Для чистоты эксперимента мы измерим электромагнитный фон с выключенной бытовой техникой, а потом снова все включим. Это прибор измеритель уровня электромагнитных излучений В3-41. Прибор этот измеряет все источники электромагнитного излучения, которые работают на частоте от 300 МГц и выше до 40 ГГц. Как показывает прибор, электромагнитный фон в квартире абсолютно спокойный. Ничего у нас не превышает. Мы сейчас проводим измерение электромагнитного излучения от микроволновой печени. В данном случае прибор уже сам заработал. Показывает, что на данном этапе уровень электромагнитного излучения превышает. При норме 10 МВт на сантиметр квадрате мы обнаружим, что уровень у нас составил 14 МВт на сантиметр квадрате. Результаты таковы. Если бытовая техника выключена, напряженность электромагнитного поля в норме, но стоит включить все приборы в сеть, как показатели становятся хуже. Успокаивает только то, что мы не включаем все приборы одновременно. Вот и у Ирины Эдмундовны от сердца отлегло. Мы измерили телевизор возле окна микроволновую печь и убедились, что больше всего излучения это от микроволновой печи, которую мы будем, конечно, пользоваться как можно реже. А все остальное благополучно. И я рада, что мои близкие и мои любимые цветы не страдают. Но все равно за бытовыми приборами нужен глаз до глаз. Главное, говорят врачи, соблюдать элементарные меры безопасности. Самый вредный бытовой прибор – микроволновка. Она работает на высоких частотах и создает сильное электромагнитное поле. И подходить ближе, чем на 30 сантиметров опасно. В идеале лучше выходить в соседнюю комнату. Даже простой электрический чайник излучает электромагнитные поля. Специалисты говорят, что к этому бытовому прибору лучше не подходить ближе, чем на 25 сантиметров. Есть три способа защитить себя от вредного воздействия излучения. Первый – защита расстоянием. Опасное излучение теряет свою силу с каждым сантиметром от электроприбора. Поэтому держимся подальше от микроволновок и сотовых телефонов. Второй – защита временем. Чем меньше мы контактируем с приборами, тем лучше. Ведь даже, казалось бы, безобидная компьютерная мышь и клавиатура излучают электромагнитные поля. Поэтому каждый час нужно на 15 минут вставать из-за компьютера и отходить от него на несколько метров. Третий способ – заземлить дома и на работе электрическую сеть. Он для тех, у кого дома много бытовых приборов и несколько компьютеров. Для этого нужно вызвать электрика, а он же подскажет, как это правильно сделать. справедливость или рок? Ты о чем? Да вот тут прочитала, что российским губернаторам будет рекомендовано писать в Твиттер предельно корректные сообщения, а если они не подчинятся и могут и вовсе запретить пользоваться сервисом микроблогов. Интересно, с чего было принято именно такое решение? Ну, причин много. Например, скандал случился из-за твита одного из губернаторов, который в шутку опубликовал фотографию тарелки, на которой якобы находился червяк. Фото было сделано на торжественном обеде в Кремле. После этого чиновника предложили уволить. Другой губернатор резко ответил на вопрос инженера медтехники, как ему прожить на 15 тысяч рублей в месяц. Поменять работу, написал Ткачев. Не нравится тебе работа? Не ной. Ну, вот тебе и ответ на вопрос. Значит, это справедливость. Ну, может быть. Ну, а что еще интересного появилось в интернете, предлагаю узнать из нашей постоянной рубрики «Найдено в сети». Первый рекламный баннер был замечен в сети 18 лет назад. Назывался он «You Will» и выглядел вот так. Совсем неплохо. Кликая на него, можно было попасть на страницу рекламодателя. Что еще интересного можно узнать в интернете, смотрите в нашей рубрике «Найдено в сети». Для тех, кто не умеет пользоваться компьютером и интернетом, но хочет научиться, советую сайт neumeka.ru. Это компьютерные курсы онлайн для начинающих. Сервис, где собраны обучающие методы на доступном любому пользователю языке. Слева на сайте можно выбрать нужные категории и приступить к изучению. Регистрации здесь не требуется. Платить нужно только за видеокурсы, остальное бесплатно, а это работа с электронной почтой, общение в интернете, работа с пакетом Microsoft. На сайте также можно познакомиться с устройством компьютера. А если затрудняетесь установить ту или иную программу, то не расстраивайтесь, научитесь этому здесь же. Вы можете помочь и другим в изучении компьютерной грамотности. Все, что необходимо, это зайти на сайт и кликнуть по вкладке «Помочь проекту». Идем в ногу со временем, изучая высокие технологии, вместе с сайтом neumeka.ru. Теперь, чтобы узнать рейтинг сайта, не обязательно обращаться в специальные компании и платить им за это деньги. Сделать это можно и самому с помощью сервиса prdvc.ru. Тут предлагается анализ контента, проверка состояния сайта и проверка скорости сайта. А еще можно посмотреть, как выглядит любой сайт глазами поисковых систем. Все, что необходимо, это выбрать один из предлагаемых видов инструментов. Пишем название сайта и нажимаем «Анализ». Смотрим. Такие услуги доступны для всех и абсолютно бесплатно. Здесь же в блогах можно почитать интересные советы. Можно задать вопросы другим посетителям сайта, поговорить на тему продвижения с профессионалами. Получайте комплексный анализ сайтов с помощью сервиса prdvc.ru. teku.ru Это сайт для тех, кто желает быть в курсе мировых событий. Очень яркий ресурс, который предоставляет в день по несколько десятков статей и фоторепортажей. Мне очень понравились две статьи «Выше облаков», где показана красота неба и статья «Поезда призраки», где автор вспоминает период появления паровозов. Здесь представлены самые оригинальные статьи. Если заскучаете, можно посмотреть видео или почитать веселые истории. Оригинальность сайта в том, что любая работа, будь то статья, новость или смешные рассказы сопровождаются необычными картинами и комиксами. Интернет дает нам возможность сидя дома посетить 16 известнейших музеев мира с помощью сервиса googleartproject.com. Здесь можно по галереям прогуляться и полюбоваться шедеврами мирового искусства. Все картины можно рассматривать в виде презентации либо отдельной работой каждого художника. На сайте можно зарегистрироваться либо зайти с помощью Google почты. Можно даже создать свой музей из представленных картин. Для этого нужно открыть свою галерею справа в верхнем углу и перетащить картины в свой профиль. Обо всех понравившихся картинах вы можете рассказать своим друзьям через социальные сети. Развивайтесь культурно вместе с сайтом googleartproject.com. Вы тоже можете стать частью нашей рубрики и рассказать о самых полезных сервисах. Для этого отправьте название сайта на нашу почту matrixsobachkainternews.kz У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали ищите на сайте matrixdefici.tv Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Данияр Даутов и Алена Цихоцкая. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»